Зима Итак, весна опять начинается традиционно с парады ретро-трамваев, а вот как раз они и разворачиваются. Итак, вот колонна ретро-техники, которая будет на Чистопрудном бульваре. А сейчас они пока возле трамвайного кольца, в районе трамвайного депо имени Опакова. Потихонечку все будут трамваи выезжать из трамвайного кольца возле станции метро Октябрьская или Халужской площади. Будет представлено 17 моделей вагонов. И впервые на этом параде представлю еще два новых вагона, о которых я расскажу на Чистопрудном бульваре. Продолжение следует... Вот они потихонечку встали. Значит, они готовятся к тому, чтобы отправиться на Чистопрудный бульвар. А вот и как раз вот это и новая модель на этом параде. Как я раньше говорил, об этой модели расскажу на Чистопрудном бульваре. Продолжение следует... Ну, как бы они уже выстроились уже в такую колонну. Но вопрос, а где же Конка? Одна из самых первых, которая появилась в Москве в середине 70-х годов 19-го века. А где же он-то находится? Скажите, он где-то застоялся в трамвайном депо. Вот потихонечку пока собирается колонна ретро-техники, ретро-трамваев. Такие ретро-трамваев можно увидеть только один раз в году на параде ретро-трамваев, который происходит в апреле. Парад проводят в субботу, но непонятно какого числа. Они могут провести его в начале апреля, или в середине, или в конце апреля. В зависимости от той погоды, которая установилась в Москве. Ширение весна в этом году пришла слишком поздно. Ну и пришлось сдвигать парад практически на конец апреля. Колонна ретро-техники проедет вдоль станции метро Шабловская. Потом повернет в районную улицу Серпуховского вала. Дальше возле Даниловского рынка проедут. Дальше они проедут через станции метро Павелецкая, Павелецкий вокзал, Третьяковская и Новокузнецкая. Дальше они повернут на Яузский бульвар и по Бульварному кольцу до Чистопрудного бульвара. Станции метро Чистые пруды, Тургеневская и Сретенский бульвар. Так, ну мы пройдемся вдоль колонны ретро-техники, которая стоит рядом с трамвайным депо имени Апакова. Как и другими парадами ранее, в прошлом году будут представлены те же вагоны, что и на нынешнем параде ретро-трамваев. Помимо обычных пассажирских вагонов, еще будут нужны служебные. А вот они как раз и стоят, служебный трамвай, как раз на трамвайном кольце около станции метро Октябрьская, рядом с Калужской площадью. Говорилось, что будет только две модели вагона представлены на этом параде, но нет. Вот еще один вагон, который впервые будет представлен на параде ретро-трамваев. Так, ну а пока колонна ретро-техники еще не отправилась в трамвайную депо имени Апакова, итак, расскажу, как же было развитие электрического трамвая в Москве. Пока курсуют тут обычные трамваи. Итак, 1899 год. Это год для московского электрического трамвая. Хотя первый трамвай в Москве, это была конно-железная дорога. Появилась в середине 70-х годов 19 века. Очень много развелось не только в центре, но и практически доходило до окраины. Территория Москвы конца 19 века, она, в принципе, дотянулась как бы до третьего транспортного кольца современного. В 1899 году началась электрификация московского трамвая. И 6-7 апреля 1899 года было торжественное открытие московского электрического трамвая. Первая электрическая трамвайная сеть состояла из трех конечных остановок и как бы одной развилки. Первая конечная остановка – это Страстной монастырь возле Пушкинской площади. Страстной монастырь был разрушен и снесен в конце 30-х годов 20 века, и практически на ее месте был сдвигнут кинотеатр «Россия». Траваи следует по Малой Дмитровке и Долгоруковской улице. Дальше доезжают до развилки на улице Палиха. Если продолжать движение прямо, то доезжали до площади Бутырского состава. Теперь это нынешняя площадь Савеловского вокзала, метро Савеловская. Дальше они делали такой небольшой загиб, ехали по верхней массовке. Конечная остановка – Петровский парк. А если поворачивать на улицу Палиха по Лесной улице, едем в сторону еще одной третьей конечной остановки. Траваи ездят по Лесной улице. Именно на пересечении Лесной улицы и Миловского переулка находился Миловский трамвайный парк. Теперь это троллейбусное тепло имени Щепетильникова. Траваи следует до Лесной улицы, до Белорусского вокзала. Но это было не конечной, как сейчас. Дальше они поворачивали направо, в сторону Ленинградского проспекта. Есть ли до Путевого дворца или Петровского дворца? Это нынешний район станции метро «Динамо» и стадион «Динамо». Буквально недолго осталась трамвай, для того, чтобы отправиться на Чистопрудный бульвар. По ходу движения к ним еще присоединится конка. Но конку мы увидим только на Чистопрудном бульваре. Как только они поедут, у меня есть некоторое время для того, чтобы добраться до Чистопрудного бульвара. И их там встретить снова. Все, они отправились. Итак, они отправились, а у меня есть некоторое время, чтобы добраться до Чистопрудного бульвара. Здесь мы увидим, что он был в Казахстане. В Казахстане. Казахстане. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok